Ума-палата. Не зарплата, но дивиденды принесет. Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире дискуссионная передача «Ума-палата» и я, ее ведущий, Владимир Сизов. Это передача для тех, кто задает вопросы и ищет ответы. Программа создана при участии Вятского интеллектуального клуба, неформального сообщества думающей интеллигенции нашего города. Тема сегодняшней передачи связана с именем одного из самых знаменитых наших земляков и называется «Наследие Владимира Бехтерева». Владимир Михайлович Бехтерев родился в 1857 году в селе Сарали Елабужского уезда Вятской губернии и являлся представителем древнего Вятского рода Бехтеревых. Несмотря на провинциальное происхождение, Владимир Михайлович становится всемирно известным ученым, физиологом, психиатром, психологом, создателем рефлексологии, патопсихологии, а также крупным общественным деятелем. В 1907 году он основал в Санкт-Петербурге психоневрологический институт, первый в мире научный центр по комплексному изучению человека и научной разработке психологии, психиатрии, неврологии и других человеческих дисциплин. За свои труды он был удостоен звания академика и государственных чинов, тайный советник и генерал-лейтенант медицинской службы. Советская власть тоже признает его научные заслуги и присваивает звание заслуженного деятеля науки РСФСР. Был Владимир Михайлович и благотворителем. Так, например, он завещал свой дом в Вятке на улице Казанская, 65, для устройства школы или больницы. О том, каким был наш великий земляк, какое наследие он нам оставил, мы ведем беседу с нашим земляком, а ныне жителем Санкт-Петербурга, доктором медицинских наук, старшим преподавателем военно-медицинской академии Санкт-Петербургской, доцентом, подполковником медицинской службы в отставке и исследователем наследия Бехтерева, Чудиновских, Анатолием Геннадьевичем. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. А также руководителем проекта по созданию мемориального музея Бехтерева в Вятке Зориной Ларисой Александровной. Всем доброе время суток. Я адресую свой первый вопрос, прежде всего, Анатолию Геннадьевичу. Мне известно, что вы также являетесь руководителем инициативной группы по созданию мемориального музея Бехтерева. Как получилось так, что вы занялись увековечением памяти вот такого замечательного ученого? Ну, так получилось. Ну, я, во-первых, не руководитель. Я занимался вот этим проектом четверть века назад, когда уже уволился на пенсию из армии и работал в областной психиатрической больнице. Тогда мы пытались решить вопрос с домом Бехтерева, но ничего у нас не получилось. Надо было расселять жильцов. Мне вот известно, что вы где-то жили, не очень далеко от места, где жил в свое время Владимир Михайлович. И чуть ли не с детства мечтали о том, что как-то увековечить его память. Или это слухи? Над этим я задумался гораздо позже, что вот мы с ним родились примерно в одном и том же году. Он в 1857-м, я в 1957-м. Дома действительно были недалеко. Его дом, значит, вот как сказано уже, Казанская, 65-м, а меня из роддома из Кировского принесли на улицу Дрелевского. Там вот, где стадион трудовые резервы, там рядышком. Ну хорошо, тогда Лариса Александровна, а вас что подвигло заняться проектом создания Мемориального музея Бехтерева? Во-первых, личность этого великого человека. Во-вторых, то, что каждый город сейчас ищет какую-то изюминку. Создаются и частные музеи, создаются новые какие-то интересные проекты, которые позволяют представить и город, и регион не только в нашей России, но и всему миру. И личность Бехтерева, на мой взгляд, это как раз одна из таких изюминок Вятского края, которая могла бы позиционировать и нашу Кировскую область, и город Вятку как уникальное место, где есть единственный эксклюзивный в мире музей, дом-музей Бехтерева. Ну вот трудно согласиться. В Елабуге, то есть по сути-то почти родном городе Владимира Михайловича Бехтерева, уже существует музей уездной медицины, названный его именем. Нужно ли нам повторение музея? Вот съездить в Елабугу ведь не так уж и далеко. Кроме того, память о Бехтереве увековечена и другими путями. В его честь названы несколько психоневрологических больниц, в том числе в Кирове. Улицы в больших городах, установлены памятники, выпускались почтовые марки, даже памятные монеты. Зачем еще музей? Что, по вашим замыслам, будет отличать новый музей от того музея, который уже имеется? Ну, здесь у нас не только музейная экспозиция планируется, но и такой просветительский центр, который позволит проводить как кровеческую работу, знакомить школьников, студентов с наследием Бехтерева, вести просветительскую работу среди населения. Поскольку Бехтерев, он рассматривал человека комплексно, со всех сторон, то, соответственно, мы тоже рассматриваем человека, поскольку я являюсь еще и православным психологом, а Бехтерев очень много работ написал по психологии, он рассматривал человека тоже, в общем, и мы рассматриваем, да, комплексно это и душа, и тело, и дух. Соответственно, нам есть что предложить нашему населению именно с точки зрения просветительских бесед. — Анатолий Георгиевич, ну, а на Ваш взгляд, чем бы новый музей мог удивить своих посетителей, чем бы он мог отличаться от традиционных музеев, вот таких мемориальных, посвященных каким-то знаменитым людям? — Ну, музеев Бехтерева на самом деле можно считать несколько, но никто из них, ни один из музеев не расположены в реальном доме, где жил Бехтерев. Музей Бехтерева есть в его родном, где он родился, это село Сороли, в двух километрах от Елабуги. Там дома не сохранилось, там сделан музей Бехтерева в школе местной. Музей уездной медицины в Елабуге, ну, он, в общем-то, там одна экспозиция, это фактически комната посвящена Бехтереву, туда, значит, передали родственники кое-какие вещи. Значит, остальные дома, вот в Петербурге дом, где живут праправнучка Бехтерева, и которые на каменном острове расположены, он не совсем тот дом, в котором он жил. Дело в том, что во время Великой Отечественной войны туда попала бомба, он был разрушен, сгорел, а потом восстановлен, и уже не деревянным, а каменным. То есть эти стены каменного этого дома Бехтерева не видели. Дача Техий берег, где его дача, это вот за Смолечково, на берегу Финского залива, была разрушена и сожжена во время Финской войны. Ее тоже активно восстанавливал внук Бехтерева, Бехтерев Андрей Петрович. Он, значит, поставил там бюст Бехтереву и воссоздавал эту дачу заново по фотографиям. И получается, что в Кирове единственный дом, в котором он реально... Ну, пожалуй, да. Тогда действительно есть чем удивить и похвастаться нашим великим земляком. Ну, согласитесь, что вопрос увековечения памяти о том или ином человеке, это все-таки, прежде всего, вопрос масштаба личности человека. Вот можете рассказать нашим слушателям, какие значительные открытия или деяния совершил Владимир Михайлович Бехтерев в отечественном и мировом пространстве? Ну, давайте... Ну, во-первых, он был, значит, не специалистом в одной какой-то области. Он был психиатр, он был невролог, он фактически Бехтерев основатель современной психологии. Он и так, значит, журнал, который он основал, обозрение психиатрии, психологии и неврологии. Потому что до него психология была субъективная. Она не опиралась на какие-то объективные методы исследования, а вот анализировалась психика человека, психология по литературным произведениям, по каким-то личным наблюдениям. А Бехтерев, когда после окончания академии он стажировался за границей, он был на стажировке в том числе у академика Вунта в Германии, в Лейпциге. И вот академик Вунт – это основатель объективной психологии. Это та психология, которую можно провести какой-то эксперимент, получить какую-то цифру, какое-то значение и сказать что-то объективное о психологии человека. Кроме того, что он был психиатром и описал многие симптомы психиатрии, в неврологии всем известна болезнь Бехтерева, одеревенилась позвоночника, симптом Бехтерева, патологические симптомы Бехтерева. И вообще в области неврологии он был крупнейшим специалистом. И его книга «Проводящие пути головного и спинного мозга» в свое время она была представлена, она дважды представлялась на Нобелевскую премию. И вот, как я уже сегодня говорил, немецкий невролог Копш, когда он принимал студентов, у студентов экзамены, он им не ставил четверок. Он ставил, лучшая оценка была тройка. Потому что он говорил, что на четверку, значит, анатомию нервной системы знаю я, а на пятерку только Господь Бог и Бехтерев. Интересно. Значит, и кроме того, он отличался выдающимися организаторскими способностями. Учреждения — это вот не только психоневрологический институт, он создал более двух десятков различных учреждений. Он умел вокруг себя объединять людей, зажигать их, ставил перед ними задачи, создавал вот новые, значит, учреждения, институты, больницы, кафедры. И вот их насчитывается более двух десятков. А учеников Бехтерева вот на первом съезде советских психиатров в зале присутствовало 800 учеников Бехтерева. Это вот уже профессора, там, доценты, в основном, значит, профессора. Это школа Бехтерева. Школа Бехтерева имеет вот преемственность, она и до сих пор существует. На нашей кафедре тоже считают себя всеми приверженцами Бехтерева. И, по сути, Бехтерев — это первый русский невролог и психиатр. Потому что до него кафедру основал Болинский Иван Михайлович, ну, он был, значит, поляк, приехал из Вильна. После него был Мержиевский, старшим врачом был Ирлицкий. То есть в военной медико-хирургической академии были все психиатры-поляки. В Петербурге существовала еще, значит, психиатрическая больница всех скорбящих. Там были немцы. Рюль, герцог, там и истории болезни на немецком языке писали. И просто вот немцы не пускали к себе, поляки не пускали, значит... Понятно, что... Ну, вот эти все местечковые. — Лариса Александровна, может быть, вы добавите что-то со своей точки зрения? В чем величие нашего земляка Бехтерева? — Я думаю, что даже можно рассматривать уже, начиная с его детских лет, какой он был целеустремленным подростком, ребенком, потому что он очень рано лишился отца. И вот его стремление к знаниям было настолько велико, что он самостоятельно подготовился и поступил сразу же во второй класс в Вятской нашей, значит, мужской гимназии. И есть такой случай из его биографии, то, что когда вот он сдавал вступительные экзамены, нужно было сдать латинский язык. И он не выучил одну тему спряжения глаголов. И он тогда убедил руководство гимназии, чтобы ему дали неделю срока для подготовки. Он за эту неделю подготовился и стал успешным учеником нашей Вятской мужской гимназии. Учился с многими нашими знаменитыми земляками. В частности, с Илковским они учились в параллельных классах. — Общались, известно. — Да, значит, они общались. Но насколько тесно, конечно, надо, может быть, смотреть наши архивы. Может быть, мы что-то еще найдем. Связь с другими знаменитыми нашими жителями Вятки. Точно, значит, можно сказать, что вот у него тяга к знаниям была такая, что он прочитал все книги, это доподлинно исторический факт известный, в нашей публичной библиотеке имени Герцена. Все книги... — Все книги или все книги, посвященные... — Все книги, связанные с естественными науками, связанные с природой, с познанием человека. И он, конечно, вот в свои подростковые годы, он как раз, значит, увлекся движением Дарвина, с его именно научным подходом, его теорией. И дальше как раз, значит, вот он изучение человека как раз очень устроил на вот этих вот воззрениях. — Вот интересно, сможете кто-то, так сказать, из вас объяснить, какие события в жизни Бехтерева предопределили выбор будущей профессии? Почему он посвятил себя именно психиатрии и физиологии? — Анатолий Геннадьевич, как вы думаете? — Ну, я бы вот хотел... — Вы задавали, Владимир Сергеевич, вопрос. Общались они с Сиолковскими? — Давайте про это тоже поговорим. — Вот когда я писал свою книгу о Бехтереве, когда работал здесь в психиатрической больнице, я сидел в архивах, там, исследовал этот вопрос. Они не могли не общаться, потому что они жили неподалеку, фактически вот в одном квартале друг от друга, они ходили в одну гимназию. Гимназистов в классах было немного, человек 10-15. Входили они в форме, и, естественно, вот если один гимназист видел другого в форме, они, ну, как вот ученики в современной школе, они всех своих одноклассников знают, и знают также из параллельного класса. — Так, а вопрос... — Что, как, на ваш взгляд, предопределило выбор будущей профессии? Почему Бехтерев посвятил себя именно психиатрии и физиологии? Может быть, это что-то семье, или, ну, не знаю, какие-то события в жизни, болезни, может быть, какие-то, еще что-то? — Бехтерев, вот, по воспоминаниям его личным, его брата, ну, и по воспоминаниям современников, в юности перенес два отчетливых психических расстройства, так скажем. Одно из них он перенес, находясь еще здесь, в Вятке, и он его описывает таким образом, что вот он ждал своего брата, который учился в Казанском университете, он должен был приехать, приплыть на пароходе, тогда еще Вятка была судоходная, вот, и что-то там, то ли на мели он сел, и он задерживался. И вот он несколько ночей подряд не спал, у него снизилось настроение, он ночами подряд сидел вот в беседке Александровского сада, которая вот до сих пор сохранилась, плакал, значит, и это он описывает сам в своей первой автобиографии. Это можно расценить как депрессивный эпизод. Но не это, собственно говоря, его подвигло на изучение психиатрии, потому что первоначально он хотел поступить в университет в Казанский. У него не получилось, почему? Потому что вот когда он заканчивал уже седьмой класс гимназии, было введено новое правило поступления в университет, вводился в классической гимназии дополнительный класс образования, а он не так уж хорошо учился в гимназии. У него было все две всего оценки четверки, так скажем, удовлетворительно, остальные тройки. И вводился экзамен на аттестат зрелости. И он реально боялся, что он этого экзамена не сдаст. Экзамен на аттестат зрелости был серьезным экзаменом, и сдавали из класса примерно половина. И вот здесь они прочитали в газетах, он вместе со своим одноклассником Николаем Михайловичем Поповым, который в будущем тоже известным психиатром, прочитали в газете, что в медико-хирургическую академию принимают по старым правилам. То есть не обязательно учиться еще год, и не обязательно сдавать экзамен на аттестат зрелости. Они быстро за два дня собрались и поехали в Петербург в медико-хирургическую академию. И там вот буквально через месяц случилось такое, это событие, о котором вы спрашиваете, которое, как считают большинство, определило его интерес к психиатрии. Он сам заболел там. Ну, было это и отчетливо... Была астеническая симптоматика, была аффективная, депрессивная симптоматика, сниженное настроение, и плюс была психотическая симптоматика. Он видел галлюцинации. И, собственно говоря, ему повезло, что в это время еще психиатры не придумали такой диагноз, как шизофрения. Если бы он с такой... И он угодил в клинику, вот в нашу клинику психиатрии, медико-хирургической академии, и он-то там лечился чуть меньше месяца. Вот если бы он сейчас попал к нам в клинику психиатрии, вне всякого сомнения, его уволили бы из армии, отчислили из академии, ну и не знаю, смог ли он с таким диагнозом поступить куда-нибудь в медицинский институт другой. Вы такую проблему поставили. То есть, возможно, в современном мире мы теряем каких-то гениев из-за того, что слишком строгие правила введены. Такого не может быть? Ну, почему? Может быть, вполне. Ну, и там, что еще послужило причиной выбора его специальности, это то, что его лечащим врачом был Иван Алексеевич Сикорский, будущий основатель украинской психиатрии. Он после Петербурга поехал в Киев и основал там кафедру психиатрии и неврологии украинского Киевского университета. И он был его лечащим врачом и они подружились. Они подружились, он ходил к нему в гости и, в общем-то, как он сам пишет в своей автобиографии, это и пробудило интерес к психиатрии. То есть, он сам испытывал некоторые вот необычные ощущения. Вот кроме Бехтерева, наверное, еще у всех на слуху, конечно, имя Ивана Павлова тоже величина, величайшая. И я знаю, что они как бы и дружили во время, так сказать, совместной своей работы. И даже Павлов был крестным отцом одного из детей Бехтерева. Однако, впоследствии, они поссорились. А что произошло, собственно? Почему два таких мировых светила поссорились? Да, действительно, они дружили. Хотя, несмотря на то, что Павлов старше был Бехтерева на семь лет, он же не поступил сразу в академию, он пришел из Петербургского университета. И даже Павлов был крестным отцом одного из детей Бехтерева. И их дружеские отношения продолжались, пока Бехтерев не вернулся из Казани, где вот он уже был заведующим кафедрой психиатрии Казанского университета, не вернулся в Петербург. И пока Павлов не стал заведующим кафедрой физиологии нашей академии. И у них было два крупных разногласия. Первое – это разногласия по поводу приоритета открытия так называемых, сейчас их называют, условной рефлексы. Павлов, вернее, его ученик, обнаружил, открыл эти условные рефлексы на собаках. И сам Павлов считал, что это не очень удачное название, условные рефлексы. А Бехтерев описал подобные рефлексы за 11 лет до Павлова. Он написал это на людях. И он называл эти рефлексы сочетательными. И долгое время, фактически до смерти Бехтерева, они назывались сочетательными. Второй момент, который их поссорил, это вопрос об алкоголизме. Они были принципиально разных позиций. Павлов был увежденным сторонником сухого закона. И он начал... А Бехтерев считал, что алкоголизм это психическое заболевание, которое нужно изучать, которое нужно лечить. Для этих целей он основал в Петербурге наркологический или наркоманический или противоалкогольный, еще его называли, институт. Была выделена ему крупная сумма денег от казенной палаты пяти, акцизов, которые собирали налоги от алкоголя. И он начал эту деятельность по изучению. Штат сакрутосотрудников проводились там лечения, в том числе и гипнозом алкоголиков. А Павлов считал, что зачем это нужно изучать, лечить, если вред от алкоголя общеизвестен, то незачем заниматься его изучением, надо просто запретить его. То есть приравнять алкоголь, как вот сейчас приравнивают к наркотикам, к наркотическим веществам. То есть был сторонником сухого закона. до перерыва не так много времени, а мне бы хотелось еще один вопрос задать. Можно я тогда вас так мягко переверю? Хорошо, Владимир Сергеевич. Бехтерев, кроме классической физиологии и неврологии, много времени посвящал изучению парапсихологических явлений, таких как телепатия, внушение, гипноз. Вот каковы итоги этих исследований? Мы ничего о них не знаем. Почему вообще взялся за их изучение? Это началось с его знакомства с известным дрессировщиком Дуровым. Они подружились, и Дуров ему демонстрировал свои опыты на собаках. И он считал, что собаки угадывают мысли человека, мысли желания. Я Дуров считал, да? Дуров считал. И показывал вот эти вот ему эксперименты. значит, что вот Дуров о чем-то подумает, собака вот это делает, он не отдавая никаких команд и прочее. Ну и Бехтерев решил это проверить на людях. Вопросы вот телепатии, телекинеза, значит, внушения. И вот когда он основал институт мозга в 1918 году, ему выделили под институт мозга дворец великого князя Владимира Николаевича, который в Петербурге на набережной, сейчас там представителя президента Российской Федерации. И вот там он организовал вот в числе многих исследований, в том числе вот изучал телепатию, телекинез, значит, вот этими вещами он занимался. Александр Александрович, вы что-то можете об этом сказать? Знаете факты эти? Да, я, значит, читала его биографию, что он занимался и гипнозом, и другими исследованиями. Но часть его работ на сегодняшний день пока она, я говорю, что в этом направлении пока не используется. Здесь еще предстоит открыть вот эти труды Бектерева по данному направлению. Ну, то есть они считаются маргинальными эти его исследования или все-таки как бы в русле в мейнстриме науки? Нет, они не считаются маргинальными, просто в то время, значит, это было достаточно новое направление, и здесь ничего противоречия маргинального нет. Он, как великий ученый, к всему подходил именно с научной точки зрения, и когда познакомился с осуждениями Дурова, соответственно, он захотел это именно как ученый проверить и доказать, действительно ли имеет место быть такое явление, как, ну, гипноз уже был известен, вот, а телегенез и телепатия, в общем, вот, он пытался это обосновать, он вообще ко всему подходил научно, что наука может обосновать или нет, потому что мы не знаем результатов вот этих исследований. Он просто не закончил это исследование, он сделал несколько, да, в этом направлении шагов, вот, но, к сожалению, он так быстро, скоропостижно умер, поэтому, вот, не закончил это направление. Атолий Геннадьевич, ну, результаты этих исследований, они продолжились, в том числе и в Ленинградском университете. Был такой психолог Васильев, который продолжал опыты по телепатию, по телекинезу, значит, была у него такая женщина Кулагина, значит, вы, наверное, помните, которая там вращала стрелку космоса, передвигала коробки, но в конечном итоге там оказалось, что у него там магнит где-то был в бюстгальтере. Отчетливых каких-то вот подтверждений телепатии на сегодняшний день нет, но версии есть, в том числе весьма фантастические. Одна из версий о причастности к его гибели немецких фашистов заключается в том, что вот один немецкий шпион устроился на работу в этот институт мозга, узнал все исследования по внушению телепатии телегинезу, попросту говоря, украл их, уехал в Германию, а чтобы Бехтерев значит, этим его не разоблачил, его отравили. Значит, отравила вот немецкая разведка, вот, но это одна из восьми версий. Хорошо, мы о смерти Владимира Михайловича поговорим после небольшого перерыва, вот, поэтому сейчас мы уйдем на короткую рекламу, а после этого как раз поднимем этот вопрос, он весьма интересен. Ума палата. Добрый день, уважаемые слушатели, в эфире дискуссионная передача Ума палата, я ее ведущий Владимир Сизов. Тема сегодняшней передачи наследие Владимира Бехтерева. И мы продолжаем беседу с гостями программы прежде всего я хочу представить значит, нашего земляка, ныне жителя Санкт-Петербурга, доктора медицинских наук, старшего преподавателя военно-медицинской академии, доцента, подполковника медицинской службы в отставке и следователя наследия Бехтерева, Чудиновских Анатолия Геннадьевича, а также руководителя проекта по созданию мемориального музея Бехтерева в Вятке Зорину Ларису Александровну. Итак, мы с вами начали говорить о загадочной в общем-то смерти Владимира Михайловича Бехтерева, которая ну, повергла за собой очень много породила слухов и домыслов. Умер он 24 декабря 1927 года в Москве по официальной версии в результате острого пищевого отравления консервами либо бутербродами. Однако, мы знаем, что за два дня до этого Бехтерева вызывали к Сталину, которому потребовала срочная врачебная консультация. После чего Бехтерев вроде бы неосмотрительно высказался, что был у одного сухорукового параноика. За это НКВД якобы и отравило ученого. В частности, эту версию активно развивал писатель и историк Рой Медведев. Однако, знаменитая внучка ученого, профессора Натальи Петровна Бехтерева, в интервью 1995 года утверждала, что заявление о диагнозе паранойя якобы поставленном ее дедом Сталину не соответствует действительности. Архивы НКВД на эту тему молчат, а официальные лица правоприемников НКВД гипотезу отравления не подтверждают, но и не отрицают. Так, почему же, на ваш взгляд, Бехтерева постигла скоропостижная смерть? Но я вот от вас услышал, что даже 8 версий смерти есть, я только о трех знаю. Но когда я писал книгу о Бехтереве, которая есть в нашей библиотеке Герцена, их было 5 версий. Я подробно в своей книге их разбирал, а на сегодняшний день их уже 8. Давайте основные только, потому что 8 у нас времени не хватит. Вот. В основном это связана самая известная версия. Эта версия появилась в 80-х годах. До этого я слышал версию, которую рассказывал главный психиатр Министерства обороны Тимофеев рассказывал своим слушателям. Якобы он умер сладкой смертью, взяв молодую жену и переусердствовал с ней. А вот в 80-х годах с началом перестройки появилась вот эта версия о причастности Сталина. Она была опубликована в обозрении психиатрии, неврологии, психиатрии, медицинской психологии имени Бехтерева, профессорами Личко и Широшевским. Они об этом якобы слышали от профессора Мясищева, директора Института Мозга. Значит, это самое известное, что он смотрел сухорукового параноик, сказал, что сухорукий параноик, якобы органы госбезопасности его за это отравили. Смотрел ли он его или нет? В общем-то, скорее всего, что нет. Потому что я когда беседовал с Андреем Петровичем, Бехтеревым, внуком, он тоже был озабочен этим вопросом. Он ездил в Москву, смотрел, в то время это можно еще было смотреть документы посетителей Кремля в эти дни. И он говорил, что среди посетителей Кремля Бехтерева нет. Значит, он выходит, что он Сталина не смотрел. Они считали, вот семья Бехтерева, они считали, что его отравила его молодая жена Берта Яковлевна Гуджи. Ну, зачем ей это? Я спрашивал их, зачем ему. А к тому времени его Наталья Петровна, кстати, тоже уроженка наша Вятская, которая жила в доме Бехтерева на первом этаже. Она уже умерла. И он завел сначала в качестве секретаря Берту Яковлевну, а потом он за ней женился. Я спрашивал, зачем Андрея Петровича, академика Наталья Петровна Бехтереву, спрашивал, зачем ей это было нужно, не было никакого смысла. Они говорят, что нет, смысл был, что Берта Яковлевна, якобы после смерти у нее оказалась крупная сумма денег, ее знакомые спрашивали, откуда деньги, она говорит, что дача, она продала дачу Тихий берег за Смолечкову, там на Финском заливе. Андрей Петрович говорит, что он специально исследовал эти вопросы, этот вопрос дача не продавалась. Еще есть версия, что к этому причастен Троцкий. Когда была внутри партийная борьба, он сказал, что Сталин заказал экспертизу, но якобы Вектерев тоже что-то сказал об в особенностях личности Сталина. Потом Наталья Петровна, она уже по телевидению озвучивала версию о том, что его отравили за то, что он осматривал Ленина, был лечащим врачом, и чтобы он не предоставил ему поездка за рубеж, чтобы он за границей не сказал, что Ленин болен сифилисом. Но это тоже версия не выдерживает критики. Он смотрел его Ленина всего два раза, причем второй раз вот только так вот через дверь он его не осматривал, не смотрел неврологически. Логичнее было травить тогда Виктора Петровича Осипова, следующего нашего начальника кафедры, потому что он больше года там жил в горках у Ленина. Загадка получается. Да. Но однозначно, что он был именно отравлен, то есть пищевое отравление, оно случайно не могло случиться? Дело все в том, что он умер-то при загадочных обстоятельствах. Дело как было? Он приехал, он был полностью здоров. Ему было 70 лет, но отличался он завидным здоровьем, по лестницам бегал, что не поймаешь. И он поехал на съезд российских психиатров, невропатологов. Остановился он на квартире профессора Благоволина. Первый день он участвовал в работе съезда, он председательствовал там. На второй день он якобы явился с опозданием, вот откуда версия о том, что он смотрел кого-то Сталина. И на второй день делегатов съезда повели в Большой театр смотреть балеты «Лебединое озеро». Там вот по версии значит то, что Сталин причастен к отравлению, якобы подошли к нему двое штатских, которые не были делегатами съезда, которых никто не знал, и которые повели его в буфет и угощали тут разные версии. Одни говорят мороженым, другие пирожными, третьи какими-то там макаронами его угощали. И вот после, сразу после возвращения он почувствовал себя плохо, рвота, понос, вызвали значит из лечи сауну Кремля доктора Бурмина и он лечил его довольно странно, потому что рвота, понос, это явные признаки пищевого отравления и знали, что делать в этом случае. Надо промывать желудок, делать сифонную клизму, дезинтоксикацию, а он этого ничего не делал, делал какие-то уколы. Это вот все брат Бехтерева пишет, который при этом присутствовал. Ну и от такого лечения он на следующий день скончался. Дальше еще... Знаете, мы версии, если я не сумею, у нас осталось не более двух, может быть, трех минут в эфире, а мне бы хотелось все-таки еще один вопрос задать. Коль скоро мы затронули вопросы жизни и смерти, то надо, наверное, указать, что сам Бехтерев считал реально достижимым победу, достижимой победу над смертью и овладение человечеством бессмертия. То есть достижение бессмертия он рассматривал как вполне решаемую научную проблему. Вот хотелось бы напоследок услышать от вас какой-то комментарий об этом. Его работа бессмертия человеческой души, она не о том. она о том, что человек обретает бессмертие в своих работах, трудах, пока его помнят родственники, друзья, пока читают его книги, пока востребованы его работы. Значит, он считается, что он не умер, дело его живет. Вот это об этом это имею ввиду. Лариса Александровна Ну да, некоторые считают, что Бегтерев написал эту статью, эту работу, как бы пошел против Бога. Потому что бессмертие человеческой души. Бегтерев говорил о бессмертии человеческой личности. И именно поскольку он изучал личность всю свою жизнь в таком широком смысле этого слова, в этой работе он и показывает, что личность бессмертно и нам для того, чтобы еще раз показать личность Бегтерева для последующих поколений, для потомков, вот, и нужен музей Бегтерева в Вятке. Понятно. Анатолий Геннадьевич, вы сказали, что в нашей библиотеке, в Герцинге, не только в нашей библиотеке, имеется ваша книга, посвященная Владимиру Михайловичу Бегтереву. Не могли бы вы точно дать название, координаты, как нашим слушателям, которые подробнее познакомиться с жизнью и деятельностью нашего замечательного земляка, найти эту книгу, чтобы ее почитать. Она называется очень просто В.М. Бегтерев жизнеописание. И она есть не только в библиотеке Герцена, но и у многих психиатров, с которыми вместе я здесь работал, она тоже есть. А автор Чудиновских Анатолий Кеннадьевич. Также сегодня с нами в студии была Зорина Лариса Александровна. На этом, к сожалению, наша передача заканчивается. Слушайте наши передачи по пятницам. Всего вам доброго. До свидания. До свидания. До свидания.